Дорожное движение в столице Молдова бьет все рекорды. Более 2200 заражений коронавирусом за последние сутки. Согласно статистике, в республике регистрируется самый высокий уровень смертности от COVID-19 со дня первого летального исхода. Два парламентария, которых лишили депутатской неприкосновенности, могут быть помещены под предварительный арест. Их адвокаты заявляют, что дела являются политическими. Десятки людей стоят в очередях у дверей частных медцентров, чтобы сделать рентген легких, опасаясь осложнений, вызванных коронавирусом. Зима не желает отступать. В конце первого месяца весны белый покров укрыл всю страну. Снег выпал в нескольких регионах республики, а гололед стал причиной серьезных проблем для водителей. Государственная администрация автомобильных дорог сообщила, что на национальных трассах в течение дня работало 63 сотрудника и 35 спецмашин. И к этому часу движение по национальным артериям осуществляется в нормальном режиме. Снег создал проблемы для водителей. Сегодня утром в Ханчештах в ДТП попали около 10 автомобилей. По словам очевидцев, большинство аварий произошло из-за того, что трассы не были расчищены. С другой стороны, пресс-секретарь инспектората полиции Ханчешт Кристина Викл заявила для ТВ6, что водители не учли погодные условия и не соблюдали дистанцию между транспортными средствами. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Нарушено дорожное движение и в столице. По данным муниципального управления электротранспорта, из-за погодных условий некоторые троллейбусы ходят с опозданием. Представители Экс-Друппа заверяют, что дорожные работы начались, как только выпал снег. С пяти часов утра мы выпустили 13 спецмашин. На обработку дорожного полотна ушло примерно 69 тонн соли и около 12 тонн смеси с песком и солью. Все сделано до 8 утра. Были проблемы в Дурлештах, там сломался грузовик, поэтому произошла задержка. Были проблемы с движением троллейбусов. По данным Национального инспектората общественной безопасности, снег еще будет идти в течение дня. Но национальные трассы вполне пригодны для передвижения в зимних условиях. Правоохранители призывают водителей двигаться со скоростью, которая позволяет безопасно останавливаться и избегать обгонов, что в таких погодных условиях чрезвычайно опасно. Госгидрометеослужба прогнозирует и на четверг мокрый снег и гололедицу. В пятницу погода должна нормализоваться. В Григориопольском районе на 80-м километре автодороги Террас-Палькаменко около 8 часов утра водитель пассажирского автобуса не учел погодные условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и экипаж ГАИ. В результате аварии пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу. Новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. Впервые с начала пандемии в Молдове за сутки у 2273 человек выявлен коронавирус после обработки более 6000 тестов. Среди заболевших 63 медицинских работника. 341 пациент находится в крайне тяжелом состоянии. 61 подключен к ИВЛ. 39 человек скончались от осложнений, вызванных вирусом. Среди них хирург Кишиневского института онкологии Александр Гудим. Ему было 63 года. С начала пандемии в стране умерли 104 медика. Из-за большого количества заболевших в более чем 40 населенных пунктах Когульского района и в 20 селах Чемишлейского был объявлен красный код в связи с COVID-19. Местные власти ввели дополнительные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Председатели районных советов бьют тревогу, поскольку в больницах нет места, врачи работают на пределе возможностей. Согласно решению Чрезвычайной территориальной комиссии общественного здоровья, с 23 марта по 7 апреля жители 42 сел Когульского района обязаны носить маски как на улице, так и в закрытых общественных местах. Пожилым людям разрешается покидать дом только в случае крайней необходимости. Запрещено собираться на улицах группами больше трех человек. Учебные заведения работают в особом режиме. Начальные классы посещают 100% учащихся, 5-11 учатся дистанционно. Классы с 9 по 12, которые должны сдавать бакалавриат и другие экзамены, посещают 50% лицеистов. Это остается на усмотрение директоров школы. А вот детские сады работают в обычном режиме. По словам Марчелла Ченуши, в районной больнице больше не осталось ни одного свободного места для больных COVID-19. В отделении, рассчитанном на 62 койки, размещено 66 пациентов. Там оборудованы дополнительно еще 4 места. Также в отделении есть 11 человек, у которых пока лишь подозрения на коронавирус. Переполнена реанимация, 8 мест и 8 человек. И на дому лечатся еще 368 заболевших. С начала пандемии более 4300 случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Когольском районе, а свыше 100 человек умерли от COVID-19. Не лучше обстоят дела и в Чемишли. 24 населенных пункта района помещены на карантин. Карабинеры и полиция патрулируют населенные пункты и предупреждают население об эпидемиологических мерах. Тем, кто их не соблюдает, выписывают штрафы. По словам председателя районного совета, только на прошлой неделе предупреждения были вынесены 17 нарушителям. У нас практически в 70% населенных пунктов красный код. Что касается района больницы, то там такие же проблемы, как и во всех медучреждениях республики. Не хватает коек. Вместимость отделения COVID изначально составляла 35 мест, а на данный момент их около 60. Районные власти заявляют, что медицинские работники уже не справляются с таким количеством заболевших. Медицина сейчас практически ведет невидимую войну, которую не могут осознать остальные граждане страны. У нас не хватает медперсонала, да и тот, который есть, крайне истощен. На этой неделе, по словам ЛРСКУ, будет перепрофилировано еще одно отделение, примерно на 40 мест, чтобы предоставить койки всем заболевшим. Всего в Чемишлийском районе около 2800 человек заболели COVID-19 и почти 90 умерли в результате осложнений. Если за правительство Гроссу проголосуют в парламенте, новый Кабмин может ввести чрезвычайное положение сроком на 30 дней по всей стране. Это предусматривает программа «Здоровая Молдова», представленная Игорем Гроссу, кандидатом на пост премьер-министра, предложенным Майей Санту. В документе говорится, что ограничения в период пандемии будут ужесточены, особенно в области Харека. В то же время программа предусматривает, что экономические агенты и граждане, находящиеся во время ЧП в затруднительном положении, получат помощь от государства. Однако источник средств неизвестен. Уточняется лишь, что будут внесены изменения в госбюджет. Ранее президент Майя Санту рекомендовала ввести двухнедельный локдаун. Глава государства предложила, чтобы экономические агенты получали по тысячу леев в неделю в виде помощи со стороны государства. Уточним, в четверг парламент должен будет решить, получит ли от него правительство Игоря Гроссу в вотум доверия. Траур в мире музыки. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер композитор Дарин Ешану. Печальную новость сообщила его супруга, певица Лучиана Спыну. Жена композитора опубликовала эмоциональное сообщение в социальной сети. Скорбящие коллеги выразили соболезнования. В апреле Дарину Ешану исполнилось бы 34 года. Он был звукорежиссером, композитором, вокалистом и басистом. У него осталась жена и маленький ребенок. Виталий Руссу из Управления уголовного преследования и криминалистики генпрокуратуры будет исполнять обязанности заместителя руководителя прокуратуры по борьбе с преступностью. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Александр Стоиногло. Тем же приказом назначено новое временное руководство еще шести территориальных прокуратур. Виталий Руссу назначен вместо Владислава Кожакару, которого перевели на должность в Рио главы Еловенской районной прокуратуры. Виталий Руссу работал в Управлении по унификации практики в области уголовного расследования при Генеральной прокуратуре с 2016 года. Прокуратура потребовала 30 суток предварительного заключения для депутатов Петру Жордана и Дениса Уланова. Им обоим присвоен статус обвиняемых. Их допросили после того, как в понедельник с них сняли депутатскую неприкосновенность. Суд должен будет установить дату и время рассмотрения дела прокуратуры. Между тем, адвокаты Дениса Уланова считают, что дело заведено на их подзащитного носит исключительно политический характер. Они обвиняют генпрокуратуру в том, что с Уланова сняли депутатскую неприкосновенность, задержали и провели обыски с серьезными процессуальными нарушениями. Адвокаты Аурелию Каленко и Денис Калайда заявили, что предложение о лишении депутатской неприкосновенности было проголосовано в нарушении депутатских гарантий, без юридической заинтересованности в строго политических интересах и без обеспечения его права на защиту. Дениса Уланова преследуют за выполнение своих профессиональных обязанностей, что вызывает у нас и должно вызывать у всего юридического сообщества серьезную озабоченность относительно свободы заниматься юридической практикой. Адвокаты также перечислили ряд нарушений и злоупотреблений, которые лишили Уланова права на защиту и не позволили ему оперативно отреагировать на выдвинутые против него обвинения. Юристы считают, что не следовало задерживать депутата от партии ШОР, поскольку эта мера должна основываться на доказанных фактах, например, о том, что лицо избежит уголовного преследования, предотвратит установление истины или совершит другие преступления, которые были проигнорированы. Адвокаты Уланова также предполагают, что в данном случае следователи открыто отдают предпочтение бизнесмену со скандальной репутацией – Вячеславу Платону. В случае господина Уланова не было принято во внимание то, что он делал заявление по фактам, вменяемым ему в пересмотре дела Вячеслава Платона. В то же время у господина Уланова было несколько обращений в прокуратуру для расследования этих фактов, заслушивания и представления всех имеющихся у него документов относительно соответствующих обстоятельств. Инициатива депутата была проигнорирована, что Уланов может доказать. За комментарием по этому вопросу мы обратились к Вячеславу Платону, однако не он, не его адвокат, и он к Рецу не ответили на наши звонки. Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мария Виеру также не смогла дать нам комментарии. Напомним, два дня назад депутаты от партии ШОР Денис Уланов и Петру Жордан были задержаны после того, каких лишили депутатской неприкосновенности. Примары населенных пунктов, а также местные районные советники от партии ШОР выступили в поддержку депутатов Дениса Уланова и Петру Жордана, осудив, цитата, «маскарад в парламенте, во время которого два депутата были несправедливо лишены иммунитета под давлением определенных заинтересованных групп посредством генеральной прокуратуры». В заявлении местных избранников отмечается, что все происходящее связано с попытками убрать формирование с политической арены, а также предотвратить формирование парламентского большинства, способного избрать правительство, которое возьмет на себя ответственность за урегулирование кризисной ситуации, в которой находится страна. По мнению подписавшихся, попытки уничтожить политформирование доказывают, что на сегодняшний день это единственная партия, которая действует независимо, не подчиняясь никому, кроме граждан республики. Несмотря на нападки, эта политическая сила продолжает выполнять все обязательства, данные избирателям, что еще больше повышает уровень доверия к ней. В заявлении отмечается, что запугать сторонников партии, а их за спиной у политформирования около 120 тысяч, не удастся. Это лишь сделает их сильнее. В последнее время многие люди проходят обследование органов дыхания в частных медицинских центрах. Некоторые из них приходят по направлению врача, другие по собственному желанию. Те, кто пришел по своей инициативе, говорят, что переболели простудой и теперь хотят проверить состояние здоровья, потому что опасаются, что их легкие могут быть поражены. По словам представителей Минздрава, среди пациентов этих центров могут быть и те, кто инфицирован коронавирусом. К этой теме мы вернемся позже. Писатель Спиридон Вангелий победил болезнь. Ранее госпитализированный с инфекцией COVID-19, он получил первый отрицательный тест на новый коронавирус и был выписан из медучреждения. Пресс-секретарь Республиканской клинической больницы имени Тимофея Машняги Марина Зиблик официально подтвердила информацию нашему телеканалу. Создатель самого известного молдавского детского персонажа Гугуци был госпитализирован в конце февраля. 12 марта, в день смерти писателя Николая Добижи, депутаты парламента почтили минутой молчания и память Вангелии, хотя тот был жив. Потом законодатели принесли извинения писателю и его семье. Спиридону Вангелия 88 лет. Он является автором книг в стране «Бабочек», «Голубой шалаш», «Приключения Гугуци» и других. Его книги переведены более чем на 40 языков и изданы в 70 странах мира. Тревожная ситуация в роддомах столицы. В медицинских учреждениях много беременных и только родивших женщин, инфицированных новым коронавирусом. В последнее время инфекция носит гораздо более агрессивный характер и поражает также и младенцев, которые появляются на свет уже с пневмонией. По словам медработников, количество пациентов возросло, а нагрузка на врачей увеличилась вдвое. Несколько дней назад в столичный роддом номер 2 было госпитализировано более 50 беременных и недавно родивших, из которых 40 были инфицированы новым коронавирусом. Госпитализировано 53 пациента, из них 39 беременные, остальные женщины, которые только родили или те, кто пришел с младенцами. У 40 женщин подтверждено инфицирование. Изначально у нас было 55 коек, но за последние недели пришлось добавить еще 10. Согласно данным, предоставленным Татьяной Гутюм, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество беременных с COVID-19 удвоилось. Также увеличилось количество пациенток в тяжелом состоянии. В прошлом году у нас было 20-25 беременных, причем в основном в состоянии средней степени тяжести или даже легкой, за которыми мы только наблюдали. Теперь все намного сложнее. Им требуется комплексное лечение. Ситуация очень тревожная. По словам специалистов, здоровье матери влияет и на младенцев. Есть дети, которые только родились и уже болеют пневмонией. Мы просто измотаны. В то же время и в центре матери и ребенка все места, отведенные для инфицированных беременных и только родивших матерей, заняты. У нас сейчас госпитализировано 6 пациенток. 6 мест предусмотрены и все 6 заняты. У четырех из них самочувствие тяжелое, у двоих среднее. Отметим, несколько дней назад директор столичного родильного дома номер 2 сообщил нашему телеканалу, что в прошлом году две инфицированные матери потеряли своих малышей еще до их рождения из-за осложнений, вызванных COVID-19. Беременным настоятельно рекомендуется надевать защитные маски, а при первых симптомах заболевания сразу обращаться к врачам. По данным Минздрава, с начала пандемии вирусом заразились 940 беременных женщин. Вернемся к теме медицинских частных центров, где в последнее время все больше людей проходит обследование рентгена. В последнее время многие люди проходят обследование органов дыхания в частных медицинских центрах, и некоторые из них приходят по направлению врача, другие по собственному желанию. Те, кто пришел по своей инициативе, говорят, что переболели простудой и теперь хотят проверить состояние здоровья, потому что опасаются, что их легкие могут быть поражены. По словам представителей Минздрава, среди пациентов этих центров могут быть и те, кто инфицирован коронавирусом. В полдень на пороге частного медицинского центра в Кишиневском секторе Буиканы собралось около десятка людей. Еще несколько человек ожидают своей очереди на рентген внутри. Люди говорят, что не заражены коронавирусом, а просто простудились и теперь плохо себя чувствуют. Мы сидим около 45 минут и ждем, потому что здесь очередь. Семейный врач отправил меня сюда. Я болен, мне нужно сделать рентген, чтобы лечиться. Какую процедуру вы хотите здесь пройти? Рентген. А направление от врача есть? Почему вы пришли сюда? Да, у нас есть направление от врача, у них есть договор с этим центром. Эта женщина пришла вместе с мужем. Говорит, что он простудился на работе, сделал тест на ковид, который оказался отрицательным. Но чтобы убедиться, что все в порядке, они пришли сделать рентген. Сюда приехали без направления от семейного врача, поэтому обследование будет платным. Врачу звонить не дозвониться. В поликлинику попасть нельзя. Слава богу, я нашла это место, потому что в противном случае я не знаю, куда можно пойти и сделать рентген. Это возмутительно. Некоторые пациенты рассказали, что им удобнее приходить в частные центры, чем в государственные учреждения, поскольку услуги здесь более доступны. Сколько часов нужно ждать, чтобы сделать рентген? Что ж, и здесь есть очереди. Да, но когда я только пришел, такой очереди еще не было. Мы обратились к чиновникам Минздрава, чтобы узнать, в чем причина такого ажиотажа. Государство предоставляет доступ к этим медицинским услугам в определенные часы и по записи семейного врача. Потому что не каждому пациенту необходимо это исследование, а в зависимости от состояния, развития болезни, симптомов и прочего. По словам чиновника, частные центры могут обследовать и людей с COVID-19. Если частные центры оказывают эти услуги, то они должны самостоятельно создавать безопасные условия для пациентов. Речь идет о пациентах с подтвержденным COVID-19 и о тех, у кого его нет. Мы пытались узнать у администрации частной клиники, в которой снимала наша съемочная группа, соблюдают ли они все правила безопасности при приеме пациентов и насколько увеличился поток запросов за последнее время. На что нам пообещали ответить позже. В Республике Молдова тревожная статистика смертельных исходов, вызванных COVID-19. Только на прошлой неделе скончались 229 человек. Большинство в Кишиневе. И эти цифры вдвое выше, чем месяц назад. На столичном кладбище Святого Лазаря за один день совершается 40 захоронений, половина из которых – пациенты с коронавирусом. За год коронавирус нового типа привел к многочисленным трагическим последствиям. Умерли тысячи людей – врачи, учителя, актеры, писатели, журналисты и даже политики. За последние недели в Молдове зарегистрировано в среднем по 30 летальных исходов в сутки. И даже больше – 39 умерших за 24 часа. Представители здравоохранения признают, что ситуация ухудшается с каждым днем, а уровень смертности вырос на 35%. В своей публикации в социальной сети эксперт Вячеслав Иоаннице написал, что тенденция к росту смертельных случаев в два раза выше, чем в прошлом месяце. Первая смерть была зафиксирована на третьей неделе марта 2020 года, а именно 18 числа. Год спустя, с 15 по 21 марта 2021 года, в Молдове зарегистрировано 229 смертей от COVID-19. Максимум с начала пандемии, пишет эксперт. Местные власти столицы сообщают, что каждый третий человек, захороненный на столичных кладбищах в прошлом году, умер из-за осложнений, вызванных COVID. За год вирус стал еще опаснее и в последнее время число смертей растет. Например, на кладбище Святой Лазарь в Кишиневе, крупнейшем в Европе, где прошлой весной были открыты 4 новых участка, в месяц рабочие выкапывают до 700 могил, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. Продолжение следует... Справляйтесь? Стараемся. В то же время официальные лица не смогли назвать точное количество умерших от коронавируса и захороненных на новых участках за последний год. Вопрос с участками уже не стоит. Хороним на всех участках, где есть свободное место. Из общего числа умерших треть после коронавирусной инфекции. Чтобы справиться с беспрецедентной ситуацией, администрация расширила штат работников. Наняли работников, чтобы копать могилы. Купили для этого и дополнительную технику. Сколько работников? Сейчас работают 30, раньше было 20. Тракторов сколько? Пока одна единица, но мы купили еще один. За год с лишним с начала пандемии в республике Молдова умерло почти 5000 человек. А в последнее время угрожающе растет количество тяжелых и крайне тяжелых случаев заболевания. 68-летний президент Российской Федерации Владимир Путин сделал накануне прививку от коронавируса. Пресса на мероприятие допущена не была. Во Франции идет стремительный рост заражений COVID-19. По сообщению властей, больницы страны могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие недели. Тем временем в Гонконге приостановили вакцинацию препаратом Pfizer. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что о том, какой именно вакциной от коронавируса привился Владимир Путин, не сообщается специально, поскольку все три российских препарата надежны и эффективны. Он также заявил, что вакцинация не стала публичным мероприятием, поскольку президенту это не нравится. А журналистам придется верить на слово, что глава РФ сделал прививку и чувствует себя хорошо. Во Франции пандемия вновь набирает обороты. Число инфицированных резко возросло. Власти могут ввести дополнительные ограничения, если уже действующие меры не замедлят распространение вируса, передает агентство Reuters. На прошлой неделе на месяц в Париже и в некоторых регионах на севере страны был введен локдаун. Во Франции с начала пандемии подтверждено почти 4,5 миллиона заражений и зарегистрировано самое высокое число пациентов в реанимации за последние 4 месяца. Венгрия откладывает восстановление экономической деятельности, запланированное на конец этого месяца, поскольку пандемическая ситуация ухудшается. Власти считают, что все может вернуться к нормальной жизни только тогда, когда будут иммунизированы все граждане государства старше 65 лет. В стране за последние сутки умерло 252 больных коронавирусом, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Гонконг тем временем приостановил использование вакцины Pfizer после того, как дистрибьютор сообщил, что в одной из партий есть дефекты крышек ампул, сообщает Mediafax. Правительство приняло решение временно прекратить иммунизацию всеми партиями препарата, пока ведется расследование. Еще больше жителей сразу двух районов республики смогут покупать товары первой необходимости по сниженным ценам. Речь идет о Басарабяске и Чемишлее, где вывели на маршруты еще два мобильных социальных магазина. Они будут ездить по селам каждую среду и привозить людям продукты, цены на которые ниже, чем в других магазинах и на рынках. В селе Садаклия в районе Басарабяска открыли социальный магазин, в котором пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи и другие необеспеченные слои населения смогут приобретать товары по сниженной цене. В двух районах на маршруты вышли два автомобиля с продуктами. Жители говорят, что в автолавках можно найти все необходимое. Вижу, что тут есть все. Мы очень рады, что приезжают к нам в село, а не мы едем в другое место. И пенсии маленькие, ничего нет и денег нет. Приехали с удобными ценами для нас, чтобы мы покупали. Например, в социальном магазине можно приобрести буханку хлеба за два лея, а молоко здесь стоит 8 леев за литр. Местные власти поблагодарили партию ШОР за оказанную поддержку. Я думаю, что это помощь для пожилых людей, для многодетных и социально уязвимых семей и для ветеранов. Жители этого села имеют доступ к дешевым продуктам, качественным. Мы будем такие дела делать по всему району. В селе Ивановка-Ново района Чемишлия тоже открылась автолавка с продуктами. Что купили? Пельмени, вермишель, гречка, пшеничная каша. И как по ценам? Спасибо, хорошие, нормально, не так, что в магазине. Небольшие цены и покупаю, что захочет дочь. Я покупаю, она рада. По словам вице-председателя партии ШОР, Марины Таубер, такой проект поможет социально уязвимым семьям в пандемические и экономические кризисы. В первую очередь, во время пандемии, это поможет людям сэкономить средства и, конечно, иметь доступ к качественным продуктам и продуктам первой необходимости. Первый социальный магазин был открыт в 2015 году в Аргееве благодаря инициативе Илона Шора. Сейчас в сети 140 торговых точек, 53 стационарных магазина и 87 мобильных. Число покупателей составляет около 400 тысяч человек. Огненная ночь в Сынжире. На одной из улиц населенного пункта загорелись 4 транспортных средства. По данным пожарных, сначала огонь охватил автобус и легковой автомобиль. Затем перекинулся на грузовик и автоцистерну, припаркованные поблизости. Легковушка и автобус сгорели полностью, а грузовик и цистерна пострадали частично. Причину пожара устанавливают специалисты. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Оставайтесь на нашем телеканале, а также следите за событиями онлайн на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Далее прогноз погоды на четверг. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В Кишиневе 25 марта будет плюс 5 градусов. Пройдет дождь со снегом. В Беричанах и Бельцах будет 6 градусов выше нуля. В Сороках плюс 7, во Флорештах и Леушенах 6 выше нуля и дожди. Пасмурно. В Аргееве дождей, как и в Дубосарах, там может пройти и снег. Температура в этих двух населенных пунктах 5 выше нуля. В Унгенах плюс 6. Пасмурная погода. В Террасполе 4 выше нуля. Мокрый снег, как и в Камраде. Там ожидается 6 градусов тепла. В Кагуле на градус ниже. 5 со знаком плюс. Пройдут дождевые осадки. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте плюс 7. В Киеве 6 градусов тепла. В Москве 5 выше нуля. В Лондоне 12 градусов тепла. Дождь. В Мадриде 20 выше нуля. В Париже плюс 13. Дожди. В Риме 16 градусов тепла. В Берлине будет 12 градусов выше нуля. В Афинах плюс 9. Гроза. Субтитры подогнал «Симон»